Мы сейчас пришли, наверное, к ключевому моменту, мы пришли к тому самому выступлению Путина, наблюдая за которым любой мог сделать набор очень правильных выводов. Понятно, что в том зале в Георгиевском собрались люди, совокупное состояние которых намного превышает бюджеты всех европейских стран. Это люди, которые без малейших проблем для семейного бюджета могут не то, что позолоченные, а могут из чистого самородного золота отковать себе унитаз и вообще ни в чем себе не отказываться. Мы понимаем, что собрались замаскированные богатейшие люди планеты и над ними всеми имеет удивительную власть Путина. И что в России воровство это абсолютная норма, если ты воруешь, ты свой, если ты не воруешь, ты никому не нужен, потому что тобой невозможно управлять. Ведь у каждого из сидящих в задницу была вставлена рука Путина. Это был великолепный кукольный театр, где фигурки двигались и открывали рты синхронно. Это же очень мощная коррупционная схема, ведь не нужно управлять страной, ей управлять невозможно. Надо управлять теми, кто управляет, а для того, чтобы управлять теми, кто управляет, надо управлять процессами воровства. Дать навороваться, потом шантажировать посадкой, наобещать возможность воровства и тянуть эту возможность до предела. Пойми, да, вот половина там сидела, которая боялась, что могут украденное отобрать. Половина другая боялась, что не дадут воровать дальше или прервут процесс кражи или заставят воровать меньше. Потому что ведь главное управлять коррупцией, главное распределять право воровать. Это самое важное, что научилась делать кремлевская власть. Это ее единственный рычаг, единственный способ управления. Кому-то даровать право красть, у кого-то отнимать, делить, пилить, распиливать. Вот единственное, что, скажем так, забавно и отрадно, Путин своей войной огромному количеству людей отравил радость воровства. Да, да. Ведь воровство перестало доставлять ту радость, то наслаждение, которое она приносила два года тому назад. Ведь всякие там особняки на Рублевке, хоть стоэтажные, это же для лохов, это же для мелюзги, это все ничего не стоит. Возможность покупать острова, стометровые яхты, арендовать целые африканские республики или королевства под маленький корпоратив. Вот счастье, вот права, согласно русской, российской, путинской традиции. А так, что теперь делать-то с этим наворованным? Приглашать друзей посидеть на унитазе 999-й прободок? Уже все друг у друга посидели на этих унитазах, никого уже этим не удивишь. Поэтому действительно главное это управлять коррупцией, и он это научился делать. Он это блистательно совершенно делает, и за счет этого осуществляется как бы управление страной. Плюс радикальное отсутствие оппозиции в течение всех этих лет, за исключением одного героя Навального, который действительно блистательно храбрый человек. Я могу быть тысячи раз с ним не согласен во всем, но не могу не преклоняться перед его мужеством и перед его последовательностью. У меня нет ни малейших сомнений в чистоте его намерений и в его храбрости. Но, тем не менее, считать это оппозиционной деятельностью я не могу. Во-вторых, конечно же, Путин, действительно, исповедующий этот гитлеризм, он создал уникальную систему коррупции. Вспомни, до какой степени сильна мечта угодить русскому человеку, угодить в коррупционную схему, получить доступ в коррупционную деятельность.